всем привет я надеюсь что у вас все хорошо вы отлично встретили новый год потому что я выпускаю это видео в первых числах нового года и вы точно знаете какой сейчас год у меня сейчас приятный утренний кофе и рисование свинок это видео будет обзорным и я хочу познакомить вас с набором маркеров от windsor and newton я очень давно хотела сделать обзор на маркере про маркер потому что это одна из тех нескольких фирм которые мне очень нравится и маркерами которые я пользуюсь постоянно в своих работах эта сумочка выглядит волшебно я даже тут вижу что она каким-то образом трансформируется надеюсь это не просто красивая картинка это действительно работает этот набор необычный это микс как вы можете понять по надписи на упаковке и в наборе есть браш маркер браш маркер это когда один из наконечников форме кисти про маркер это теперь уже классическая комплектация пуля дала то маркеры с металлическим эффектом и неоновые маркеры и вот два последних вида мне очень интересно попробовать я ими до этого не рисовала и признаться я даже не знала что они есть в упаковке все хорошо но все же есть один минус в том что она черная снимать что-либо на видео черное либо просто фотографировать очень сложное видите как все плохо бы смотрелось если бы я не знала куда нажать все черное снимать очень сложно она постоянно перехватывает свет на себя и бликует мне очень нравится как выглядит этот диван упаковка просто бомбическая она мягкая очень приятные хочу сказать что я отношусь к тем людям которые выбирают маркеры уже в упаковке потом не возникает никаких вопросов сохранением особенно когда у тебя очень много маркеров в общем поверьте маркеры в сумке либо в коробочке это очень хорошо я впервые сталкиваюсь такой раскладывающийся сложной упаковкой смотрите что она может делать тут есть липучки так как это работает все я поняла это упаковка раскладывается и фиксируется определенным образом признаться я долго сображала сама потом увидела вот это изображение и до меня дошло что нужно сделать тут есть два ряда липучек первый ряд это коробочка закрывается на сложные собрано а с помощью второго ряда согнув вот эту вот штуку можно установить маркеры под углом 45 градусов это удобнее для работы потому что в процессе их легко достать но охранить маркеры нужно горизонтально поэтому это все потом снова разбирается фиксируется на липучке и закрывается и отправляется на хранение впервые вижу такую комплектацию такую упаковку такую сумку поэтому это все очень интересно и я даже не думала что у меня столько времени уйдет на рассказывание про сумку надеюсь вам все хорошо видно все понятно как работает мне очень нравится эта упаковка мне кажется в работе это будет удобно но единственное я бы немножко ее модернизировала я бы вот эту вот часть не пришивала оставила ее просто болтающийся но фиксирующийся на липучке и тогда ее бы можно было вот сюда вплотную придвинуть к этим маркерам и например можно было бы продавать вот такие штуки отдельно тогда у тебя был бы такой супер кейс где много много маркеров видите какой я супер конструктор это все потому что я сейчас занимаюсь упаковками разработкой и дизайном и моя голова начала думать немножко не в том направлении давайте посмотрим какие маркеры входят в этот набор 6 brush маркеров 12 pro маркеров 3 metallic и 3 неоновых я думаю что металлические круто потестить на черной бумаге либо серебряной а неоновые и все остальное можно и на белой последнюю про упаковку что хочу добавить это то что вот эти вот две части разделены на сегменты и три маркера объединяются одной резинкой пока что все выглядит качественно и удобно посмотрим насколько это функционально при работе это как раз те самые неоновые это металлические это браши и про маркеры маркер про маркер вот эти два цвета кстати у меня отдельно есть в другом наборе и они очень классно и вот этот вот это тоже есть да но остальные вроде тоже должны быть красивыми рисовать я буду сегодня тоже в альбомах от виндзор и ньютон это склейка формата а4 бумага специально для маркеров специально для про маркеров но думаю что и другими маркерами тоже будет неплохо рисовать плотность тут 75 грамм и теперь когда я вижу эту цифру я сразу думаю 30 30 на самом деле это 30 не 75 есть еще вариант а3 но для меня это слишком много тут бумага специально для маркеров надеюсь что это та самая волшебная склейка которая не разваливается и ты не теряешь все листы у меня таких альбомов 2 они совершенно одинаковые один я уже открыла и еще есть супер красивый офигенный подарочный скетчбук формата а4 он меня еще запакован но я его сейчас быстро распакую иначе я просто замучаюсь ловить свет тут спиралька но я уже как-то поспокойнее отношусь к спирали потому что когда я вижу спираль я сразу разворачиваю альбомы и горизонтально и таким образом она мне сильно не мешает но зато это в данном случае лучше чем склейка потому что склейка в бумаге для маркеров почему-то просто разваливается как красиво я прямо почему-то сразу вспоминаю тушь от windsor and newton потому что у нее супер офигенный дизайн может быть помните когда был нуктобер я показывал всякие туши от этой марки и они были просто офигенно оформлены и я что-то тут поймала несколько флешбеков даже с перфорацией ну просто класс да вот это реально просто все в комплексе думаю что этот альбом впоследствии станет одним из самых удобных и самых любимых как же не люблю все черное снимается это просто кошмар бумага 50 листов 170 грамм это плотная бумага для карандашей ручек чернил и даже акварели у меня есть несколько альбомов в которых я рисую маркерами и все там хорошо несмотря на то что это не маркерная бумага для меня супер плюс этих маркеров заключается в том что это единственные маркеры в которых сразу понятно где какое перо потому что все остальные маркеры они с двух сторон одинаковые и вот это вот маленькая тоненькая полосочка которую обычно добавляют производители к наконечнику кисть или пуля меня не спасает я это не запоминаю я это всегда путаю и я этого не вижу но тут сразу понятно вот тут либо кисти либо пуля в общем тонкий какой-то наконечник а с этой стороны будет широкий и спорим я их не ошибусь сейчас есть открою еще из такого значимого что облегчает работу это то что не нужно долго понимать искать какого же цвета твой маркер тут очень много цвета и сразу понятно что у тебя в руках за цвет и это выкраска сделана на бумаге поэтому она чаще всего максимально совпадает с тем что получается на вашей бумаге хочу добавить еще одну такую штуку о которой обычно мало кто упоминает когда ты заканчиваешь работу это не финал тебе нужно показать свою работу многие кто рисуют маркерами ну или даже другими материалами когда эти материалы выглядят красиво добавляют их в кадр потому что фотография становится более интересной ну и здорово то что ты сразу можешь показать материалы которыми ты рисуешь про маркеры мне нравится визуально я считаю их стильными красивыми и их мне не стыдно показывать на фотографиях но я хотела не об этом сказать у про маркеров есть такая штука вот с этой стороны которая позволяет им не укатываться не скатываться и держаться ровно в том месте куда ты их определяешь во время фото я выбрала 4 разных вида маркеров давайте посмотрим как они рисуют первыми для тестов я выбрала браш и сейчас кисти меня очень радует она очень плотная цвет хорошо и легко ложится с совпадением по цвету тоже все хорошо но это реально бумажная выкраска на самом маркере и вот кстати еще за что я люблю про маркеры это то что это маркеры которые уже на себе имеют выкраску не нужно вот этой фигней заниматься и делать выкраски и потом искать цвет который тебе нравится сейчас когда я держу в руках про маркер и браш маркер я вижу отличие внешние еще в том как изображена полоска цвета в браш она волной а в про маркерах ровные перо пуля в про маркерах очень остренькая и тоненькая это позволяет делать линии тонкими и аккуратными еще добавьте к этому нерастекаемость хорошую бумагу и можно даже этими маркерами делать line о боже мой какой кошмар я теперь поняла почему неоновыми штуками я никогда не рисую я думала утром что я не проснулась но сейчас я не то что проснулась и просто ослепла в неоновом маркере по крайней мере в этом цвет который получается не совпадает с тем который приклеен на корпусе смотрите какое тут необычное перо я не ожидала что на будет таким думала что будет просто долото тут кстати изображено что перо другое ну а тут обычно тонкая из-за того что этот цвет меня очень сильно удивил если не сказать перепугал я сразу же придумала куда его можно применять мне кажется классно делать контурную обводку вокруг такого толстенького черного лайна работа будет интересно выглядеть хочу посмотреть на остальные неоновые цвета тут тоже такое же перо этот цвет потемнее он не такой кислотный всего в наборе три неоновых маркера зеленый желтый и розовый мне очень хотелось посмотреть как же будут рисовать металлические маркеры вы тоже это видите я впервые сталкиваюсь чтобы один маркер с двух сторон по разному писал и у них классная кроющая способность они не просвечиваются для цветной и черной бумаги они также подходят они полностью будут ее прикрывать и красить в свой металлический цвет всего в наборе три цвета металлик но в общей сумме цветов получается четыре потому что один из маркеров дает два цвета давайте посмотрим на все остальные цвета мне очень нравятся эти синие плотность цвета хорошая чернила не растекаются на бумаге не выходит дальше своей области еще заметила один минус набора именно по комплектации цветов это то что желтые очень близкие у них разница наверное в полтона хотелось бы один желтый иметь более темный а другой более светлый тогда больше разнообразия и возможностей все что я до этого попробовала совпадало по цвету а вот этот фиолетовый немного подвел выкраска на корпусе маркера темнее чем то что получается на бумаге ну и вообще мне кажется это два одинаковых цвета должно было быть но видите один более розовый другой все-таки фиолетовый что касается качество чернил и качество самих маркеров то никаких претензий к про маркером нет тут все прекрасно и более наглядно я вам это покажу в спидпейнте после того как чернила маркеров высыхают можно добавлять новые цвета и делать какие-то узоры хочу показать вам что металлический маркер действительно перекрывается любой другой цвет который есть в этом наборе и будет отлично рисовать по цветной бумаге либо черный мне очень нравится что в одном наборе есть возможность попробовать несколько видов разных маркеров основные цвета которые не металлические и не неоновые мне все нравятся кроме небольших дополнений все коричневые я бы сократила до одного вместо большого разнообразия коричневых я бы вела пару телесных причем совершенно разных один холодный другой теплый несмотря на разнообразие всех цветов когда ты покупаешь набор тебе хочется иметь какой-то телесный цвет хотя бы один чтобы можно было рисовать людей ну или поросеночков как в моем случае ну еще плюс к черному я отношусь так лучше бы его не было в любом наборе а все остальные цвета мне очень нравится плюс несколько телесных минус черный был бы более функциональный набор я вот тут немножко попробовала что можно между собой миксовать и мне очень нравится что получается у меня есть такая работа я ее рисовала всеми маркерами из набора кроме телесного телесного как вы поняли в этом наборе нет поэтому пришлось подобрать другой телесный из другого набора но это тоже про маркер про маркер очень классно заливает какую-либо область цветом видно вот по плащу и обычно темные маркеры оставляют гораздо больше пятен и сделать заливку маркерами светлыми гораздо легче чем темными но так чтобы она была однородной по цвету это я все красила кистью вот этот цвет признаться я хотела вот эту работу раскрасить вместе с вами и потестить маркеры но уже темнело и продолжать видео было невозможно поэтому я адресовала эту картинку самостоятельно раскрасила но подготовила для вас другую работу на которой мы сейчас все потестим и хочу сказать что эту работу я выставлю для челленджа draw my art in your style я изобразила девочку зимнюю в основном и хочу предложить вам перерисовать эту работу так как вы ее увидите то есть вашей уникальной интересной крутой интерпретации лучшие работы я покажу в своих сторисах в instagram и опубликую в группе вконтакте и сделаю видос ну в общем вы все сами знаете как всегда я все покажу и обо всех расскажу может быть даже это все будет формате рисую не сплю и я возьму у вас маленькие интервью шички работы я буду смотреть только те которые будут выложены в инстаграме иначе я сойду с ума и просто безвылазно проведу целую неделю в поиске всех работ во всех соцсетях принимается только instagram вы можете выбрать любой материал любую стилистику любой вид подачи я сделаю постик в инстаграме и в группе вконтакте что для этого необходимо будет здорово если вы все прочтете ну и заодно там вы увидите финальную версию этой работы ничего сложного от вас не прошу нужно только отметить меня на выложенном вами арте фоточки а я выберу самые классные на мой взгляд интересные запоминающиеся стили и покажу вам что мне понравилось в одном из следующих видео возможно добавлю специальный тег но скорее всего искать и засмотреть все работы будут по отметкам больше про условия челленджа говорить не буду лучше прочтите все внимательно и один раз я оставлю ссылку в описании под роликом и в первом закрепленном комментарии там все правда максимально просто и я думаю что многие участвовали или видели этот челлендж и у вас не будет вообще никаких сложностей и проблем я очень долго выбирала арт для этого челленджа и в итоге остановилась на этой девочке хотелось что-то зимнее немножко связанное с праздниками и мое я решила что добавлю к такой уютной девочки в свитере еще и об не монстра насчет альбома хочу сказать что он разваливается как я и предполагала потому что это тонкая склейка еще и маркерная бумага думаю что из-за того что оборотная сторона пропитана специальной штукой она такая супер гладкая все это склейка не выдерживает поэтому закрепляю листы с помощью зажимов иначе все теряется сама девочка по цветам мне сейчас очень нравится и по своему образу я бы даже нарисовал ее отдельно в полный рост просто как образ персонажа ботиночки я хочу сделать серебряного цвета и у меня как раз в этом наборе есть серебряный маркер мне понравилось рисовать цветами из этого набора потому что цвета которые в него входят поставили меня в сложное положение и пришлось выкручиваться и придумывать какую-то гармоничную интересную цветовую гамму и получается на мой взгляд достаточно необычным итог как всегда вы сможете увидеть в группе вконтакте и в инстаграмчике поэтому переходите туда подписывайтесь ну или просто оставляйте пару сердечек надеюсь вам понравился обзор и было интересно посмотреть на цвета из этого набора очень жду ваших работ в инстаграмчике всем волшебной недели не бойтесь цвета не бойтесь экспериментировать не бойтесь себя пока пока у меня